Экстрасенс 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 Как с ней бороться Если можно так сказать Ну родовая карма Это соответственно то Что пришло нам по роду Хорошей Абсолютно все вместе Мы как бы отрабатываем карму рода В той или иной реинкарнации Рождаясь опять же в ту или иную семью Бывает что В каком-то роду Кто-то очень хорошо кому-то сделал да и его рот его дети отвечают обычно принято считать до седьмого колена но это я думаю связано с тем что можно просчитать рот было в каких-то местах его невозможно сейчас до каких стран нельзя просчитать в россии до какого колена кто как был виноват потому что в годы революции все рода были прерваны было перемешано и мы не знаем какому роду племени если хорошо кто может составить родословную и посчитать как и что происходило по сути очень многие сегодняшние люди они живут независимо от того будет ли кто-то после них жить в их роду и делают ошибки за которые потом отвечают дети но кстати нашел все таки переход вот так сказать у нас да сейчас мы более быстрее все происходит на земле плантовый переход двенадцатом году по моему сказали да что произошел этот переход и все сейчас стало быстрее информация стала быстрее развиваться люди быстрее развиваются все события происходят быстрее земные какие-то события до происходит с более быстрой скоростью чем если допустим это было сто лет назад то что ну спло дарного масштаба поэтому в какой-то ну в каком-то моменте сейчас и дети да вот допустим уже сегодняшнее поколение да там двухтысячные годы до 90 и двухтысячные они четко зиться за которые будут впрямую отвечать они и их дети да как бы они внуки там до седьмого колена какого-то мифического которого может и не быть по сути да с учетом сегодняшних мировых событий поэтому еще тут связано с тем что по женской или по мужской по мужскому роду мы тоже ну что-то отрабатываем то есть бывает что человек рождается в такую семью где он по линии матери допустим что-то отрабатывает или по линии отца да а бывает что в прошлое реинкарнации человек плохо относился там ну допустим беременным да я не знаю там или не уважал женщин абсолютно и в итоге он может потом родиться многодетной матерью в какой-то реинкарнации до в следующей и нестям вот это бремя большого рождения количества детей то есть соответственно опять же отрабатывая в роду в котором он или она родится да то есть вот как то так ну хорошо но тем не менее она существует и мы знаем что это есть так хотя как с этим бороться как уйти от этой родовой кармы если это можно действительно сделать ну вы просчитали кто-то там экстрасенсы но вот допустим тебе обратился человек и ты посмотрела и видишь в роду что-то происходило тем более сейчас еще люди куда-то в акаши рекорды там заходят кто то есть в этом разбирается допустим но хорошо это статистика да было да какая то там ну чё-то кому-то как ты говоришь хорошая сделала в кавычках естественно как с этим бороться это же было в каком-то там пятом шестом не знаю седьмом поколении неужели это все можно как-то устранить и можно в принципе еще же время другое если допустим прошлые века там как-то это не давалось информации люди просто жили как животные ну где-то так сейчас приходит такая информация и через практике эзотерического характера через все-таки снятие негатива да со своего рода себя можно менять это но тут же опять же существует принцип что можно снять человека негатив с его рода но человек сам внутри не поменялся на какое-то время он типа поменялся а потом он вернулся к себе прежнему и думаю что все отработал до типа и он уже опять же начинает то есть и живет по-прежнему да там нарабатывать какие-то вещи которые за которые он уже будет кстати отвечать сам быстрее потому что получив такой осознанный подход к отработке и очистки своего рода человек начинает быть более или иные поступки уже быстрее чем ранее до этого ну до этих знаний то есть у него причинно-следственная связь более короткая да и такой человек будет уже отвечать ну не так что то сделал получил в лоб да как бы в прямую уже вот существует опять же принципы когда людям удобные они говорят что вообще всего этого нет и они предметны там живут или даже кстати есть такие эзотерики которые могут считать что карма нет там деле все это есть это цепь цепь взаимосвязи языка в которой мы все вплетены и в каждой реинкарнации мы встречаем себе именно ту цепь взаимосвязи с людьми событиями в которых нам надо что-либо отработать да может быть каждый задался вопрос почему то он родился в такой-то семье да вот я например себе 6 лет этот вопрос задавала да там я периодически работаю тоже с тем что есть мой род да соответственно я несут как бы тоже карму своего рода и в каких-то моментах мне тяжелее допустим чем кому-либо кому-то в углом тяжелее чем мне там понимаешь у каждого свое абсолютно не бывает такого что живет идеальный человек и у него вот и хамит он и все плохо делает там кому-то да там как это меня спросили вот ну некоторые люди не будем называть статус людей на вот что хотят то и делают да я говорю ну подождите будут отвечать их дети пожалуйста стала происходить цепь событий и дети этих достаточно обеспеченных людей попадать стали в нелепой ситуации и действительно происходит публичное порицание таких людей за поступки их детей и так как они в статусе высоком это еще как бы маленький такой снежный ком да там а если дети этот момент не осознают таких людей которым вроде все дозволено то следующий этап это будут более серьезные наказания уже по ним самим потому что уже они этот момент поймали да как бы наказание за свои деяния то есть это до поры до времени как бы вроде как это сказать детский сад такой никто не видит я что-то там натворю то же самое кстати с правилами дорожного движения да можно нарушать какие-то мелкие моменты но потом это может накопиться крупном до соответственно поэтому здесь нужно просто определенные законы занялся очисткой своего рода он обязательно должен иметь определенную программу чтобы не нарушать дальше да как бы не делать новые какие-то витки уже для своих детей и и ну и для себя ну хорошо опять же это мы вычислили опять же мы как бы допустим и во всем этом деле разбираемся мы раскаиваемся но человек живет и живет той самой кармой и он обращается к вам и говорит елена ну уже у нас медиум экстрасенс ясновидящие скажите как быть мне хотелось бы как-то убрать вот эту карму ну вы же не можете допустим в качестве любого экстрасенса там парапсихолога и даже внедриться куда-то и карма есть карма то есть все равно ответственность какая-то должна прийти за совершенный проступок но человек то сегодня в этой жизни то не виноват но при грешении понятно что там мы должны нести ответственность за то что делали им возможно наши родители наши предки но до какой степени еще раз как это все убрать опять же убирается это определенными практиками причем не просто вот помахали человеком руками и все да идет момент объяснения да каких-то позиций ну я не всегда объясняю я просто даю опять же ник надо понимаешь вот это мы с тобой рассуждаем там карма рода там есть люди кто озадачивается абсолютно люди приходят и им ну я не буду говорить глубоко фиолетово да им интересен только настоящий момент и кстати они даже в этом иногда делать нарушение потому что иногда люди как-то ну жизнями детей своих управляя нарушают какие-то те или иные процессы да там кто-то женит не по праву да там думаю что вот так будет лучше то есть и абсолютно потом наступает завязка да карма и я всегда предупреждаю вы вот хотите вот этот вариант но этот вариант будет ошибочный но вот люди упираются хотят люди потребительные относятся к этим всем знаниям законам потому что они сами по себе потреблять привыкли потребители сейчас гласит что это услуга понимаешь вот поэтому есть серьезные люди кто хочет действительно разобраться опять же мы тогда разбираем каждого родственника мая негатив с каждого родственника даже ушедшего с души это просто потому что было и так что люди ушли до каким-то образом с ними что-то случилось но отработали свое предназначение в этом роду и они могут зависнуть астрально около своих родственников и вот это все утяжеляется еще потусторонним представляешь состоянием какие которые люди отрабатывают находясь рядом какими живыми родственниками представляешь вот и допустим да и я даже ну как бы снимаю вот из такого да но опять же настолько насколько снимается я не буду хирургом байда там и лезть в такие дебри которые которые не нужны человеку или я работаю по вопросу если у человека есть вопрос да там работа если у человека такого вопроса нет то я не лезу понимаешь не советую кстати ну все тут понятно с точки зрения допустим тебя или другого человека который работает ну с клиентом это понятно не надо там лезть и так далее я имею ввиду по отношению к тем людям которые задаются такими вопросами что-то с нами не в порядке и есть какое такое предчувствие вот они приходят тебе да в общем-то до лампочки им извините как ты над ними работаешь и какими способами методами ты пользуешься им главное чтобы у них все это дело ушло потому что если действительно такое существует то смотря опять ту же самую пресловутую битву экстрасенсов там люди обращаются что такое происходит у нас какие-то вот там тени прошлого стоят висят над нами этим когда могла в меч там люди уходят умирают имеется ввиду близлежащие родственники и какие-то что что происходит поэтому счет битвы экстрасенсов не 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 мы не насчет битвы прости я не хотел бы вдаваться в битву экстрасенсов я имею ввиду случай которая случается которые мы видим какая разница как там происходит мы на эту тему уже говорили и переговорили мы не сейчас не прошу мы сейчас говорим мы с тобой беседуем правильно ты не занимаешься шоу этому доказательстве люди которые те обращаются и потом соответственным образом благодарят скажи если какая-то ну скажем статистика снятия вот этих негативов изменения вот этой родовой кармы по поводу того что вот так сказать люди обращаются и пытаются там там помощь очень просят короче говоря но статистики такой нету потому что у тебя лично у тебя лично нет у меня есть определенная статистика она опять же не поставлена на такой вот момент как тискать записи что ли понимаешь в том плане что это очень большой объем работы понимаешь вести допустим людей люди приходят а потом уходят и когда вопросы закончились когда у человека наладилось ту систему которую я даю она помогает людям жить дальше уже даже иногда ко мне не обращаясь но все равно люди живут по-прежнему поверь мне то есть просто у них уходит вот это как это говорят тени прошлого это перестает беспокоить и человек уже заново как бы живет с тем что вот я дала да как и что я выправила потом человек обращается и да через годы я там смотрю вот у человека так все вот ровненько так как-то идет то есть понимаешь абсолютно вот снять негатив и сказать ребята у вас все будет абсолютно ровно это нереально потому что иначе тогда ну не получится это ну это как же жить в стеклянном абсолютно человеку обеспеченному там и думать что его ничего не достанет да то есть жизнь идет волнами и хорошо и плохо и человек из-за своих поступков может все по этой линейке видеть где он прав где он не прав и развиваться если будет абсолютно все вот ну как это говорят паузное такое состояние когда либо хорошо либо плохо да ну когда плохо это понятно негатив а когда вот наладилось и все хорошо и вот человек живет по этому течению то есть он перестает развиваться он начинает деградировать и в итоге это хорошо заканчивается абсолютно да то есть опять какой-то то есть я понял я прошу прощения перебью просто чтобы было для себя прояснить и что было понятно нашим радиослушателям допустим правильно ли я понял да речь идет о том что допустим человек обратился за помощью ты помогла этому человеку ты сняла в какой-то степени негатив и у человека все исправилось в свое стало и у него хорошо и он начинает опять пускаться во все тяжкие и все заканчивается да у него все наладилось и если допустим особо человек там да там обычно люди начинают опускаться в свое какое-то вот это прошлое состояние да как они жили кстати ну кто-то развивается я согласна вот соответственно люди впадают опять у них опять какая-то ситуация да случается то есть расслабляться да абсолютно просто наверное нужно жить немножечко что вот ну опять же что абсолютно если даже что-то снимаешь да вот я снимаю негатив то я по крайней мере выстраиваю человеку такую схему жизни чтобы у него не глубокие при падении и не сильно большие при подъеме потому что сильный подъем он все равно потом по накатанной ведет да то есть соответственно как это волновое движение то есть должен быть в общем баланс короче говоря да то есть это равновесие то есть должно быть равновесие как вот мне один человек из ФСБ недавно сказал что говорит Лен не должно быть равновесия всегда хватало иначе будет война или еще что-то плохое то есть все мы стремимся чтобы вот все было сыто пьяно хорошо абсолютно неправильно нужно стремиться чтобы было тоже волновое движение но оно чтобы было чтобы те перепады какого-то минусового качества они не были фатальными да чтобы они были как обучающие допустим чтобы человеку это подсказывало путь опять же тогда человек должен развиваться согласен вот допустим развитие по символам человеку может попадаться предмет какой-то вот это может ребенок попадаться к кому-то может попадаться какие-то процессы связанные с развитием я не знаю книги люди там интересный разговор да там и здесь надо прислушаться к этим символам бывает что что-то не идет вот все мы стремимся там деньги взять и бывает люди берут кредит хотят взять да там большое но бывает это не идет по какой-то причине смотреть бывает что это и не нужно понимаешь нужно прежде всего человеку упереться в свое какое-то дело и вдруг это дело ему даст то что хочет он да вот то есть кстати опять же при вот моей системе как бы вот которую я когда я работаю с людьми я ну по себе даже знаю существует такое понятие предохранитель да вот я наверное ставлю такой предохранитель то есть от больших хочу людей то есть бывает что люди вот знаешь когда хочу это хочу то хочу то и вот я обычно когда работаю у людей вдруг это то сбывается это ну и человек обычно там звонит там приезжает и говорит вот ты знаешь я хочу что как это золотая рыбка помнишь да сказку пушкина а люди начинают превращаться в ту самую бабку которая требует от золотой рыбки а для кого-то это золотая рыбка кто-то ко мне приходит кто-то отжим понимаешь да и начинает превращаться в ту самую бабку которой все мало понимаешь ты в итоге в итоге многие как бы вот по такому принципу живущие могут остаться ни с чем и энергетически когда я работаю с людьми да и у себя тоже я всегда ставлю некий предохранитель то есть когда человеку даже понятно что что то надо то есть может быть вот вот в эту в эту сторону не надо идти вот может быть тут вот стоит такой вот микро предохранитель в сознании человека который ему говорит знаешь вот это не надо тебе брать там вот бери лучше вот это и ты идешь как бы в другую сторону понимаешь развиваешься по тому пути который те как бы немножечко выстроен понимаешь хорошо ну а вот недавние какие-то были примеры допустим человек обратился с какими-то ну естественно не называя ни имена ничего ну или какие самые частые такие вопросы связанные именно с родом и он может и не знать но ты это определяешь вот что по вопросу родственников которые там уходят преждевременно по вопросу того что деньги утекают там допустим по вопросу здоровья ну вообще как бы обращается с разным обращается абсолютно но кстати по вот этим видео обращаются люди которые реально хотят что-то понять да по видео которое мы которое мы с тобой делаем я хочу прости прежде чем ответить на вопрос я хочу провести аналогию что самое интересное это как раз в тему то что ты озвучила не устаю повторять поскольку это действительно очень интересный пример в бразилии находится человек об этом я уже много раз говорил которого зовут джон от бога по-английски туда приезжают люди со всего мира естественно его называют и шарлатаном и как и почему потому что ну они к нему идут за спасением и не всех спасает есть на это огромное количество причин но если действительно он помогает и если действительно каким-то образом человек выздоравливает или идет на поправку и очень серьезно то что происходит вот интересная вещь пока он находится там с ним все хорошо я беседовал с одним человеком он из австралии он там находится уже лет 25 наверное у него рассеянный склероз и он попытался один раз он приехал он приехал обратно хороший бизнесмен кстати в прошлом потом он там опять стало хуже он приехал опять к нему тот опять вроде стало лучше он опять поехал туда и опять стало хуже на третий раз он понял что что-то где-то как-то не так то есть человек возвращаясь в свою обычную жизнь занимаясь своими обычными делами окунается в то что вот где мы сейчас все в социуме где мы сейчас находимся это очень и очень трудно совладать с собой там человек находится один то есть короче говоря он должен быть он очень и очень сильный духом надо сказать чтобы не опять куда-то не скатиться куда-то не уйти в сторону и тогда это все может вернуться вот то что ты как раз перед этим вот эту медитацию кстати и очень есть люди кто очень несерьезно кстати к ней относятся но я скажу что она очень на самом деле серьезная я сама это стала понимать да потому что принцип простой вот по жизни мы каждый человек в себя пихает всякую дрянь ну мысленно мы допустим думаем всякое хорошее плохое там соответственно у нас это откладывается на уровень тех или иных органов да там допустим и все это потом превращается у людей в какие-то заболевания взять пример вот этого человека со сколерозом он занимался деятельностью которая по сути его отупляла и в какой-то степени он сам просто начинал умирать как бы живя то есть его сознание умирало от этой деятельности ему нужно было просто поменять род деятельности и создать создать кстати такую систему уединенности это некое личное пространство да которое где он мог бы вот сам себя так восстанавливать вот это вот медитация она вот позволяет кстати именно очищать вот эти вот процессы которые мы закладываем в себя каждый день ну как бы и минусовые тоже очищать именно чтобы они не зависали на уровне болезни понимаешь в теле то есть ну я всегда говорю когда мне говорят ну это же очень сложно представить себе что сквозь тебя проходит поток серебристой или золотистой энергии я говорю ну вы же все равно через себя пропускаете какие-то мысли вы просто приучите свое сознание что сквозь вас проходит серебристость и вам становится гармонично и легко да и вы как бы очищаетесь то есть выравниваетесь вы не перестаете быть задерганным человеком в среде от которого кто-то что-то ждет понимаешь вот и в какой-то степени так подобные медитации они могут помочь человеку но опять же согласись это надо этим заниматься понимаешь вот например это должно быть уединенное место там там вот допустим там дача тоже да вот существует такая вещь как вот кстати пирамида я не знаю в россии человек делает такие пирамиды и вот в них заходишь там говорят да такое я не слышала ну я не заходил сама но в них заходишь конусное вот это сооружение и действительно человек потом даже выздоравливает вот слухи такие ходят я вот на даче озадачилась построить такую пирамиду и поэкспериментировать кстати с энергией вот в этом в таком месте потому что получается то есть же не просто так вот пирамидальные вот эти вот по всему миру стоят сооружение да ну как бы они наверное снесут какую-то вот энергию понимаешь ты который закольцовано и она может восстанавливать человека понимаешь а в обычной жизни когда человек приходит к своим родственникам как вот этот человек про которого ты сказал он еще окунается и в отношения понимаешь ты с родственниками и как знать может быть там кто-то из близких его пробивал да энергетически кто-то из соседей возможно сменить кстати место жительства надо было там я не знаю понимаешь да ну помимо рода деятельности да то что ты говоришь пирамида это известная вещь пирамиды они очищают пространство ну не все естественно пирамиды в частности опять же в том же госпитале джонат бога в бразилии там есть пирамидки и у меня они есть и в каждой комнате рекомендуется ставить кристаллические имеется ввиду эти пирамидки они действительно очищают пространство и гармонизируют состояние и становится человеку значительно легче и оттуда очень и очень многие привозят эти кристаллы но не только они не только пирамидки они там разные это это я имею ввиду само сооружение то есть пирамидальное сооружение в которое можно заходить и там допустим находить я в индии был кстати ну скажем так вот был такой человек относительно недавно ушел махариш махиш йоги это был человек который первый принимал первый визит битлз который был в индию и он с ними общался он был их первым гуру и он их водил в такие как бы ну типа термитников знаете термитники кстати это да это то же самое такие же конусообразные сооружения и если мы там почитаем какую-то литературу там чуть ли не наши предки они были так вот по типу вот этих вот термитников устроены вот такие пирамидальные сооружения туда входит человек открытое сверху открытое это все это усеченная вот такая пирамидка есть вход по определенным образом откуда вход с востока только должен быть и там люди сидят и там приспособлены там очень все очень просто но там люди сидят медитируют и вот само вот это сооружение ориентированное по сторонам света определенным образом и та методика медитации которая давалась она очень благотворно сказывалась на тех людях которые это практиковали так что это действительно существует да работает но я единственно так глубоко не думал по сторонам света я думаю просто что-нибудь поставить а теперь видишь я задумывалась более профессионально есть да посмотри почитай есть такая наука она называется вастушастра это древневедическая система ну ее аналог это фэншуй и всем известный фэнсвэй но уменьшенная копия ну там вход должен быть с востока там есть определенное правило мы сейчас не будем в это вдаваться кстати у нас будет буквально на следующей неделе будет передача по поводу вастушастра так что послушай тоже кстати если будет желание очень известный человек архитектор кстати да ну хорошо вернемся вернемся к нашей теме да вернемся да так вот мы остановились на том что медитация вот эта медитация которую ты даешь людям она благотворно сказывается на состоянии человека который в то же время должен и сам работать не просто он пришел к так называемому доктору пилюлькину и доктор пилюльки дал ему пилюльки и человек выздоровел а сам он в этом не принимает никакого участия а доктор пилюльки ну он видит только то что он видит там на каких-то аппаратах рентгеновских скажем так да а причина всего этого лежит скажем в родовой карме так это же вообще черте что извините то есть как можно тогда скажем лечить человека если у него вообще так говоря дело совсем не в этом причина она уже не причина это следствие на самом деле поэтому ну ходить то естественно надо к врачам для того чтобы хотя бы как минимум определить и врачи тоже помогают но тем не менее человек должен работать сам и кстати отрадно о том что вот ты говоришь наши радиослушатели которые слушают наши программы они понимают о чем идет речь и именно они больше интересует устранение устранения мы знаем что любая болезнь это в общем то нам так сказать наш урок почему мы заболели даже если мы простудились почему мы простудились не потому что там где-то там холодно там а мы поехали там из жары в холод и так далее пошли босиком походили по земле чего некоторые практикуют включая меня самого но тем не менее хорошо так вот как человеку работать кроме медитации вот медитации мы разобрались надо что ему еще нужно делать здесь нужно опять же я всегда рекомендую чистота помыслов такая практика интересная то есть опять же вот это состояние ровное состояние души серебристая энергия она дает человеку право не вмешиваться в процессы жизни допустим других людей то есть не нужно злословить не нужно излишне интересоваться наверное чужими какими-то вещами там лезть в чужую жизнь я бы так назвала потому что по большей мере очень многие живут чужими жизнями понимаешь здесь я все-таки призываю человека уткнуться немножечко помимо всего прочего в свою жизнь в свое развитие более больше общаться со своими детьми да вот очень мало люди разговаривают там вот очень важно разговаривать в браке там с партнерами да практически мало кто общается люди как-то вот живут как я не знаю пришли домой там все свои дела сделали легли спать пошли на работу и все то есть какой-то отсутствует диалог понимаешь и здесь нужно здесь нужно именно жить и немножко в настоящем моменте да там опять же я даю установки которые человеку помогают что-то отрабатывать да вот у меня есть такие установки но опять же человек может параллельно что-то изучать после меня очень многие начинают заниматься эзотерикой для себя я всегда говорю вы можете это делать для себя не надо на этом делать из этого парапсихолога из себя потому что ну это тяжелый крест это ты на виду это ты несешь вот чужие судьбы ты смотришь это постоянно от этого устаешь а вот если ты сможешь что-то для себя сделать изменить и опять же когда человек работает с людьми у него нет времени на себя да почему говорят сапожник без сапог потому что человек работающий с людьми он погружен в чужие ситуации более качественно чем в свою и не всегда может посмотреть увидеть что-то у себя а кстати некоторые гадалки даже и не могут вот я знаю такое себе гадать да ну не получается вот я слышала такие вещи да себя снимать многие не могут вот поэтому естественно здесь нужно работать с собой и со своими близкими то есть сейчас даже кстати я вот когда даю установки я замечаю что люди стараются вот так вот работать понимаешь ну кто как может опять же свою то голову я не одену понимаешь все понятно дело в том что действительно вот реплика на последнюю фразу которую ты сказала о том что не могут помочь и себе гадалки и экстрасенсы и своим близким много было таких примеров мы уже их приводили и лонга не смог помочь самому себе и рано ушел и джуна не могла помочь своим близким нет там были другие ситуации хорошо были другие ситуации но тем не менее это произошло мы ситуацию сейчас не рассматриваем даже такой человек как нострадамус который помогал и лечил и был потрясающим целителем во время эпидемии чумы он не мог спасти от той же самой болезни жену и сына правильно потому что он участвовал в спасении большого количества людей и он задач я прошу прощения мы сейчас не разбираем причины почему это произошло мы берем сейчас факт у нас время просто подходит еще еще раз концу нашей передачи у меня есть один вопрос последний перед чем мы закончим вот такой пример ко мне обратился обратилась одна женщина на нашей территории и она говорит была такая ситуация интересная с ней произошла как ты ее прокомментируешь она пришла с мужем на концерт кто-то выступал я даже не помню кто она говорила или не говорила но вдруг у нее на этом концерте значит треснуло обручальное кольцо которое находилось на понятно на обручальном партии оно треснуло и она естественно без всякой видимой причины вдруг ни с того ни с сего она его сняла и она увидела черное вот след от кольца на этой руке на другой руке было два перстня она их сняла тоже и там тоже было черные вот эти вот такие пятна совершенно непонятно но мы же снимаем все снимают это на ночь скажем такого же не наблюдается но вот такой был феномен который с ней произошел буквально несколько месяцев она говорит тому назад она запаяла кольцо чего я сказал этого делать это я так сказал делать не стоит но это были причины почему он треснуло с моей точки зрения его надо уже как-то убрать во-первых треснуло кольцо уже запая не пая его уже не стоит вообще носить тем более обручальное кольцо как ты прокомментируешь это ну сразу скажу что на женщине порча 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 именно на семейных отношениях и возможно даже как бы вот ну это обручальное кольцо надо ну выбросить даже лучше выбросить на перекресток и во-вторых во-вторых как бы то что под кольцами вот бывают такие следы это прежде всего показывает порчу насмерть да то есть это когда людям что-то очень плохо сделали прежде всего нужно порчу прости насмерть как кому этого человека вот то есть это женщина человеку ну тут скорее всего связано с ее мужем может быть как бы с которым это был не первый муж это не первый брак у нее тем вот она была в этом самом в этом концерте короче ну в данном случае если взять эту женщину это связано с тем браком который у нее сейчас идет ну вот который муж вот рядом с ней она же с мужем была ну да вот это связано с ними двумя потому что как бы просто кольцо оно на себя взяло негатив оно не выдержало и раскололось у меня были такие случаи я не буду говорить кто это но тоже семейная пара и у человека вдруг стали пропадать кольца абсолютно причем те которые дарил муж и вплоть до того что даже одно кольцо также лопнуло у мужчины и в какой-то степени это вот порча идет на семейные отношения порча вот с этой парой я понял она я ей сказал о том что мы беседуем она скорее всего обратиться к тебе за помощью в принципе я и то же самое как бы сказал я знаком с такими ситуациями тоже многократно я не могу естественно это все так сказать устранять но скажем анализировать и приходить выводу я то же самое в принципе сказал но вот непонятно мне одна вещь то есть порча была наведена да понятно что это отношение растообращальное кольцо с мужем то есть на кого-то на нее или на мужа как можно это нет ну если взять что у меня первая мысль пошла что ей пожелали остаться родовое ну типа того но в любом случае через болезнь то есть там сделано было что-то на то чтобы они болели и потом их не стало то есть я подозреваю что либо это связано может быть родовое то есть может это могут быть родственники какие-то которые чего-то хотят да это бывает такое ну в случае вот я знаю случаи да вот у моих клиентов были именно такие ситуационные моменты возня вот эта мышиная шла от родственников у кого-то от соседей кто-то кому-то со злости пожелал понимаешь бывает что подобные кольца падают вдруг понимаешь вот они начинают падать вот нормально все было вдруг кольцо падает вообще кстати в этом случае тоже надо обращаться снимать негатив и периодически надо обновлять эти кольца потому что когда люди постоянно носят вот подобные вещи золото оно очень сильно особенно желтое золото оно очень сильно вбирает в себя негатив от окружающих оно ну как тебе сказать оно очень ну не даром же говорят что золото оно как-то завязано и со смертями с кровью да вот когда золотые там прииски да находят золото сколько там всего вокруг этого но когда мы носим золотые украшения допустим они тоже также притягивают негатив когда человек идет по улице весь как елка в таких вещах да автоматически ну люди которые не могут себе этого позволить они могут завидовать да и вот все эти предметы их надо обязательно иногда оставить святую воду там соленую воду кстати эти все ну золотые украшения серебряные там любые украшения там какие бы ни носили их надо всегда очищать да это принцип обязательно кстати соленая вода можно кстати иногда очищать с помощью соли тоже очень много всего вот но в любом случае кстати и даже если купаться в соленой ванне то как ни странно она тоже снимает негатив с тела то есть вот тут надо чиститься обязательно из но у этой женщины какая-то нехорошая да я понял мы немножко отвлеклись от главного вопроса на который в принципе ты ответила как скажем очищаться и как снимать вот этот негатив с этих золотых украшений давайте мы поговорим в следующий раз ну а сегодня Лена интересная была сегодня передача была достаточно необычная и актуальная с моей точки зрения потому что очень много обращаются люди да и к нам они обращаются в наш центр обращаются с вопросами и абсолютно точно видно более того я как нумеролог тоже это вижу могу сказать что в роду где-то чего-то происходило ну тогда мы можем мы можем друзья наши уважаемые радиослушатели и телезрители которые будут смотреть наши программы мы можем обратиться к ясновидящей парапсихологу медиуму Елене Порецкой с такими вопросами и она нам может помочь как это сделать ну те кто проживает на территории скажем постсоветского пространства если кто-то здесь находится пожалуйста мы вас ведем с ней обращайтесь это центр sungates сангейтс 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 ну кто имеет возможность позвонить это 1 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 это наш телефон повторяю мы были с Еленой Порецкой сегодня как всегда по пятницам время эфира 8.30 по времени чикаго время в москве 17.30 и сейчас разрешите попрощаться благодарю тебя за очень интересную программу да и наших друзей наших радиослушателей уважаемых тоже благодарю за то что вы слушали нашу программу спасибо и до новых встреч хороших выходных всем пока всем пока а р